В Ульяновской области обсудили вопрос использования здания бывшего военного Суворовского училища. В дискуссии принял участие глава региона Алексей Русских, а также общественники. Здание много лет стояло за забором. Алексей Русских предпринял усилия, чтобы убедить Министерство обороны Российской Федерации передать историческое здание городу. Эта задача была решена, и сейчас есть все возможности для того, чтобы заниматься этой территорией. В здание решили вдохнуть новую жизнь. Есть несколько концепций о том, как можно использовать его с пользой для жителей. Конечно, можно строить воздушные замки, нужно сговорить о каких-то нивосеках, и этого никогда не будет. Нам нужно принять решение, то, что действительно мы можем сделать, не откладываясь на какие-то там десятилетия решения этого вопроса. И что необходимо регионам, что необходимо жителям, чтобы они там хотели, но исходя из сегодняшних реалий. Городское управление образования в тандеме с родительской общественностью и активистами предложил разместить в здании бывшего Суворовского училища Центр духовно-патриотического воспитания «Наследие». Центр может стать вторым корпусом или филиалом Мариинской гимназии. Особенно хотела бы сказать, что, учитывая историю гвардейского Суворовского военного училища, школа продолжит реализацию программ военно-патриотического направления и станет местом патриотического притяжения и развития в городе для всех учащихся. Другой вариант предполагает передачу здания бывшего Суворовского училища Институту медицины, экологии и физической культуры УЛГУ. В здании, где сейчас находится мединститут, в прошлом располагалась духовная семинария, которая планирует возобновить там работу. Однако этот вариант связан с большими сложностями. «Ехать в данные помещения без приведения их в нормативное состояние невозможно, как вы сами понимаете. Необходимыми свободными средствами университет не обладает. По нашим предварительным прикидкам восстановление, реставрация обойдется больше миллиарда. Это соизмеримо со строительством нового корпуса с соизмеримой площадью». Директор Центра патриотического воспитания населения Ульяновской области Валерий Почтарев предложил разместить на территории бывшего здания Суворовского училища спортивный стадион, которого нет у Мариинской гимназии. «И там вот, где была у нас казарма, рядом с танком, который стоит, который снесли ее, вот здесь можно сделать хороший стадион. Прекрасный, со всеми структурами, пусть он будет небольшой, но прекрасный. Где можно сделать полосу препятствий, то, что подготовка ждет и, соответственно, развитие». Выслушав участников обсуждения, губернатор Алексей Русских подчеркнул, что ему ближе концепция создания на базе бывшего Суворовского училища второго здания Мариинской гимназии. Общественники и работники образования согласились с мнением главы региона. «Но этим образом попало решение не проблем, но, с одной стороны, восстанавливаем эту организацию и способствуем тому, что все остальные школы Ленинского района тоже разгружаются». Заслуженный учитель Российской Федерации, методист Мариинской гимназии Вера Хринкова подчеркнула, что учебному заведению давно не хватает помещений, детям приходится учиться в тесноте. «У нас сейчас уже тысяча человек. И кабинет, конечно, кабинетов у нас полностью не хватает. И только за то, чтобы наши дети учились в комфортных условиях. И не только учились, а получали все, что им хочется, развивались, занимались в спорте». Глава региона предложил сохранить историческую составляющую здания и создать на территории бывшего Суворовского училища музей легендарного Ульяновского танкового училища. Губернатор предложил Валерию Почтареву, председателю Совета ветеранов Ульяновского танкового училища, сформировать и возглавить рабочую группу, которая разработает концепцию музея. «Нужно подключить все необходимые институты наши, все музейное сообщество, архивы и действительно там на тысячи, на полторы тысячи квадратных метров вполне можно сделать достойный музейный комплекс. И обязательно я бы хотел, чтобы было помещение для ветеранов». Рабочая группа приступит к решению вопроса уже в ближайшие дни. Реализовать проект планируют в 2024 году. Открыть обновленное здание уже в сентябре 2025-го. Такую задачу поставил губернатор Алексей Русских.